Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с прекрасным праздником Дня Взятия Бастилии, провозглашающим, наконец-то, свободу человечества, били права человека и всё такое. И вот в этот знаменательный, не для нашей страны, конечно же, день мы возвращаемся с передачей «Что по искусству?». С вами блогер-просветитель Артур Чех. Я надеюсь, что вы соскучились по нашим эфирам так же, как и я, потому что меня не было последние две недели. Уезжал в большое турне с лекциями на международном уровне. И сегодня я решил порадовать вас гостем. У нас в гостях психолог Эдгар Хритонченко. И сегодня мы с ним встретились для того, чтобы обсудить некоторые моменты вообще восприятия искусства, любви к искусству с точки зрения психологии. Сегодня будет много относительных таких спорных моментов, с которыми не все могут согласиться. Но, мне кажется, это будет очень интересно. Эдгар, привет! Привет, Артур! Мы не будем долго рассиживаться. Я сразу задам первый вопрос. Почему, Эдгар, пожалуйста, расскажи нам, как профессионал, люди сегодня вообще любят искусство с точки зрения психологии? Искусство, мне кажется, в наше время, оно становится более популярным. И, в принципе, люди тянутся к тому, что является каким-то трендом или что является чем-то популярным, чтобы не отставать от стада. Это, может быть, звучит грубо, но, наверное, чтобы не отставать от этой массы социума и культуры, в которой мы живем, поскольку мы, в принципе, существа социальные, и нам очень важно для нашего выживания и для развития нашей цивилизации важно оставаться каким-то целым обществом. Поэтому также нам важно следовать каким-то тенденциям, направлениям, куда следует и все остальное общество, грубо говоря. Если наш сосед чем-то интересуется, то мы, скорее всего, тоже посмотрим, послушаем, чтобы понимать, что мы находимся на какой-то одной плоскости, что поможет нас защитить себя от какой-то, может быть, опасности или от какой-то незнания чего-то, потому что информация — это, в первую очередь, то, что помогает нам выживать. — А вот сразу возникает такой вопрос. Мы говорим, в первую очередь, конечно же, не про все искусство глобально, мы сейчас не берем литературу, музыку и театр во внимание, мы говорим в основном про визуальную культуру, визуальное искусство, изобразительное. И тоже хочется сказать такой вопрос. Есть ли момент того, что живопись, искусство, то есть объекты какие-либо видимые становятся популярными, в том числе потому, что человеку, вот именно с психологической точки зрения, с точки зрения вообще восприятия, намного комфортней смотреть, видеть и получать информацию именно из визуала по отношению ко всем остальным видам искусства, я имею в виду, опять-таки, пропускаемую нами литературу, музыку и театр? — Ну, отчасти, мне кажется, это такое индивидуальное, в зависимости от того, как, в принципе, работает мозг индивидуально каждого человека. Конечно, есть какие-то тенденции того, что нам легче воспринимать визуально, потому что наш мозг не так сильно может быть задействован, как если мы что-то читаем. Если мы просто смотрим картинку, то мы просто анализируем эти картинки, происходящие, это проще для нашего мозга усваивать эту информацию. Конечно, есть отдельные люди, которым визуальные образы даются сложнее, им, может быть, проще читать или воспринимать как-то информацию по-другому, но в целом, наверное, эта тенденция больше связана с тем, что наш мозг в какой-то степени экономит свой ресурс, получая в такой облегчённой форме эту информацию. Просто да, ещё вот многие мыслители, ещё начиная с XVIII века, анализировали то, чего достигли древние греки, да, и ставили их выше всего для себя. И тот же самый Лессинг, например, в своём знаменитом эссе «Ла Каон», всем рекомендую почитать, он там говорит о том, что поэзия и живопись, которая очень часто древними людьми пыталась, ну, как бы пыталась соотноситься, они пытались её вместе связать и как бы сказать, что это две части одной и той же вещи. На самом деле он открывает тот момент, что вот текст и изображение, они вообще работают совершенно по-разному, и очень часто изображение выигрывает перед текстом, потому что текст, вот ты, допустим, читаешь какой-то стишок, особенно это на стихах ярко видно, да, поэтому он берёт поэзию. И вот там вот эти строчки. Причём эти строчки очень часто, они идут не по предложениям, как мы привыкли. «Меня зовут Эдгар, привет, дарю тебе омлет», да, то есть, а очень часто вот эти вот слова, они раздрабливаются, и картинка у тебя раскладывается на несколько уровней. А когда ты смотришь на изображение, то есть она у тебя сразу предстаёт вот так вот полноценно, и ты вот просто её впитываешь, и ты либо разбираешься, либо не разбираешься, но сам факт того, что ты встречаешься с ней в её целостности, наверное, как ты вот, как ты сказал, обуславливает то, что наш мозг проще это воспринимает, и поэтому визуальная культура типа моднее. Да, конечно, когда мы читаем текст, нам нужно создавать эту картинку у себя в голове, то есть нам надо связывать эти предложения и создавать из этого какую-то общую картинку, какую-то общее что-то целое, и это намного ресурсно затратнее, чем смотреть, допустим, какие-то фильмы или смотреть какие-то картинки, потому что, допустим, это очень... это возможно, но это очень сложно нам читать текст и делать что-то ещё параллельно, но при этом мы способны смотреть фильм и заниматься каким-то другим делом, допустим, гладить или там есть параллельно. В какой-то степени информация, которая усваивается у нас через визуальные объекты, она происходит более автоматизированно. То есть другой момент, насколько мы глубоко подключаемся к тому, что мы видим, и это очень хороший тоже вопрос о том, действительно ли я получаю качественную информацию, когда я что-то смотрю, это будет всегда зависеть от того, насколько я подключаюсь в этот момент и насколько я понимаю вообще происходящее. То есть мы можем смотреть какой-то фильм или видео, или даже на те же картины, но при этом абсолютно не понимать, что это, и это может зависеть от нескольких факторов, также от того, что нам просто не получается сложить для себя, наложить, может быть, на какие-то свои предыдущие знания, на какой-то свой опыт, ту информацию, которую мы сейчас видим. Поэтому мы можем просто смотреть на неё и наслаждаться, может быть, какой-то визуальной частью, потому что наслаждаться визуальной картинкой, не вникая в историю, нашему мозгу, конечно, намного проще. Там задействованы совсем другие механизмы, которые воспринимают и обрабатывают эту информацию. Блин, хочется ещё тоже такой маленький нюанс спросить. Вот мы же живём достаточно быстрое время, да, и для меня всё равно, я являюсь ТикТок-блогером, напоминаю, миллион сто тысяч подписчиков, дорогие друзья, на искусстве сделал. И для меня ТикТок вообще очень значимое явление 21 века, потому что вот эта сама идея скорости, да, ты постоянно листаешь, листаешь, листаешь видео быстро, они тебя быстро захватывают. И в принципе мы живём довольно быстрой жизнью, мы быстро перемещаемся, быстро едим, всё делаем быстро. И вот я об этом не задумывался, но ты очень здоровскую мысль тоже заметил, что когда ты смотришь картинку или фильм, возьмём всё-таки кино в наш объектив сегодня, и ты вот можешь гладить или убирать квартиру, или заниматься любовью, или чему угодно делать, да, то есть параллельно ты будешь потреблять эту визуальную информацию. Скажи, это тоже может влиять с точки зрения нашей психологии сегодняшней массы, грубо говоря, да, на то, что искусство становится популярным, потому что оно больше отвечает нашей потребности в скорости? Искусство стало более доступным благодаря тем же социальным сетям, благодаря тому, что фильм мы можем посмотреть дома. То есть технологии привели нас к тому, что мы получаем, в принципе, эту информацию более доступно, более в понятной форме для многих людей. То есть мы понимаем, что социальные сети, они тоже упрощают эту информацию. С одной стороны, мы теряем качество, с другой стороны, мы делаем эту информацию более доступной для потребителя. То есть если человек, ну, для того, чтобы сходить, допустим, в музей, на выставку, или в тот же театр, или в кино, им надо что-то сделать для этого. Им надо встать, собраться, одеться, голову помыть, там, ещё что-то. То есть очень много надо действий для этого совершить. Но при этом, сидя дома, взяв телефон в руки, ты можешь быстро, доступно, в зависимости от того, где ты привык получать эту информацию, найти для себя удобный способ узнать что-то новое. Да, другой вопрос — это вопрос качества. Но мне кажется, всё равно позитивный момент есть в том, что даже получая какую-то информацию в упрощённой форме, это заставляет в нас вырабатывать интерес к этой теме. То есть мы можем посмотреть какой-то ролик, где в какой-то очень простой доступной форме будет что-то рассказано. После этого мы заинтересуемся и уже в гугле, там, в объём, в поисковике подробную информацию почитаем там. Нам станет интересно, может быть, мы захотим, увидим, что есть фильм, который сейчас идёт в кино. Пойдём в кино, найдём книгу, начнём читать книгу. То есть, по сути, это может играть такую важную роль в том, чтобы человек стремился к тому, чтобы узнать и углубиться в этой теме, и узнать что-то большее. А вот давай ещё сразу пойдём дальше. Как ты думаешь, что вообще обуславливает в человеке? Вот он, допустим, полюбил искусство, да? Вот в его быстрой, доступной форме сегодняшней технологии оно долетело, а потом начинает звучать, и в один прекрасный момент он обнаруживает, да, что я люблю монолизу. Я не буду сейчас погружаться в культурологические аспекты, почему эту дурацкую монолизу так сильно все любят, но вот теперь вот вопрос. Почему человек в один прекрасный момент, с точки зрения психологии, останавливается на том, что он что-то любит, и что обуславливает психологические вот эти вот наши вкусы? И здесь отчасти будет то, о чём ты не хочешь говорить. Отчасти этот фактор тоже будет играть. Но в принципе, если мы смотрим на аспект того, что мы находим привлекательным, что мы находим интересным для нас, здесь влияют множество факторов, то есть такая совокупность факторов. Это и культура, в которой мы живём, социум, это наши знания, накопленный какой-то опыт. То есть, соединяя всё это вместе, мы приходим к тому, что мы имеем. Допустим, мы имеем какое-то чувство вкуса, восприятие интереса, но на это в такой большой степени влияют все эти факторы. То есть, в зависимости от того, не знаю, в какой семье, в какой стране человек родился, что он читает, где он учится, что он видел до этого или не видел до этого, это по-разному будет отражаться на том, как он воспринимает какую-то новую информацию. И, конечно же, элемент того, что мы, в принципе, больше даём предпочтение вещам, которые нам известны, известны, известны в плане, мы это видели, слышали, может быть, даже случайно или неосознанно. То есть, если мы видели какую-то там ту же картину в Фейсбуке или в Инстаграме, в тот момент, когда мы придём на выставку, в музей, и мы увидим эту картину, а остальное мы не будем знать, что и как. Мы, скорее всего, около неё остановимся и сфотографируемся. О, я тоже это знаю, мне это знакомо. То есть, отчасти это какой-то бессознательный процесс, что откладывается у нас в памяти и воспроизводится как что-то знакомое, когда мы это видим. То есть, мы отдаём этому предпочтению, потому что нам это знакомо. То есть, может, не каждый это осознаёт, но где-то в подсознании у нас сидит то, что мы тянемся к каким-то вещам, которые мы уже где-то видели. Поэтому в этом плане, конечно, такой момент, как реклама, маркетинг, он очень сильно влияет на наше восприятие того, что нам нравится, что нам не нравится, и как мы создаём какую-то свою вот эту систему ценностей и взглядов. А как тогда? Ну вот мы сейчас понимаем, что это касается в основном тех любителей искусства, которые любят искусство, но не хотят в него, грубо говоря, погружаться. То есть, я люблю искусство, но я его люблю отлично от человека, который просто любит Монолизу и восхищается ею, и находит в ней своё определённое вдохновение, потому что я этим занимаюсь ежедневно. По 12 часов в среднем, да, в сутки. А такой вопрос. У нас разные, в данном случае, механизмы выработки любимого, то есть, вот этого ценностного. И в чём вот наша разница? Исключительно в том, что я накапливаю опыт, и от этого меняются мои вкусы и взгляды? Или мы на самом-то деле живём совершенно одинаковым принципом? Знаешь, принципы, они по сути одинаковые. У нас есть какая-то база, которую мы можем развивать или не развивать. В тот момент, когда ты, как человек, который занимается этим и получает намного больше информации, нежели чем тот человек, который просто любит сходить на выставку, сходить в кино или в театр, конечно, этот багаж знаний, этот багаж информации, которую ты получаешь, он будет у тебя также делиться на какие-то категории, по каким-то полочкам. Ты будешь отсеивать, понимать, что тебе нравится больше, что тебе нравится меньше. То есть, твои какие-то предпочтения могут меняться со временем в зависимости от того, насколько много информации ты получил. В какой-то момент, когда наш мозг уже накапливает этот багаж знаний, мы, естественно, начинаем его снова распределять в зависимости от нашей какой-то оценки, на которую также влияет и наша культура, социум и наш опыт. То есть, допустим, так же, как кому-то это может нравиться или не нравиться, и не всегда мы, может быть, можем как-то объективно, осознанно сказать, что именно там не нравиться. Конечно, наш мозг способен рационализировать всё, что угодно. Мы можем для себя объяснить всё, что угодно, но чаще всего эти процессы происходят неосознанно, потому что есть какие-то вещи, которые, может быть, с нами происходили, и мы не придали этому значению. Может быть, был какой-то негативный опыт, который заставляет нас смотреть на эту новую информацию, которая нас возвращает в какой-то степени к этому негативному опыту, как на нежелательное что-то, как на что-то, что нам не нравится, и что-то, что, не знаю, мы не готовы ценить, рассматривать как нашу любимую картину, и так далее. А что вообще, с точки зрения психологии, заставляет человека, в данном случае вот меня, тянуться к высокому знанию, к красоте, раскрывать для себя всё время что-то новое? Что это за механизмы? Почему, допустим, кому-то хватает реально раз в жизни съездить в Италию и обязательно посетить Уфицы, и посмотреть на дурацкую Венеру, вытечели и пойти дальше? А мне почему-то вот при этом хочется ещё съездить в Страсбург, изучить там средневековое искусство, поехать в Мому и так далее. Почему вот вообще люди, с точки зрения психологии, вот хотят туда лезть глубже? Что их заставляет это делать? Так же, как и искусство, так же и любая другая, другой род деятельности привлекает нас или вызывает какое-то отвращение, в зависимости, опять же таки, от нашего опыта, от того общества, в котором мы живём, от того интереса, который у нас возникает, когда мы начинаем углубляться и изучать. И, допустим, тоже, если мы смотрим с такого аспекта, чем больше мы погружаемся в какую-то тему, тем больше эта тема нас затягивает, потому что мы понимаем, что мы вкладываем в это какой-то свой ресурс, времени, энергии и получаем эти знания, конечно, мы начинаем на это смотреть совсем по-другому, то есть мы понимаем, что мы перестаём быть какими-то любителями и который просто может обратиться к этому и посмотреть, и начинаем углубляться в этот вопрос больше. Если мы говорим про людей, которые именно просто интересуются искусством, люди, которые ходят в театр, люди, которые выходят на выставки, то здесь также присутствует социальный момент того, чтобы придерживаться этих тенденций, трендов, того, что происходит в обществе. То есть если это является какой-то социальной нормой, раз в месяц ходить в театр, то человек может это делать вне зависимости от того, нравится ему этот театр или не нравится ему этот театр. То есть особенно, как нас с детства, допустим, приучают к чему-то, может быть, это нравится или не нравится, но родители нас тянут туда с собой. Я помню, как сестру всё время мы привозили в театр, она сидела там в телефоне, она спала, не потому что она, не знаю, невежда или что-то такое, ей было это неинтересно. То есть сколько мы ни старались, она туда приходила, потому что это было какое-то действие, на которое её подписывали общество в виде семьи в данный момент. Однако же на меня, допустим, это оставило какое-то другое впечатление. То есть понятно, что наши, если мы будем постоянно человека пытаться к чему-то приучить, да, мы можем это сделать, но это не факт, что он будет получать от этого какое-то осознанное наслаждение. Это может быть как какая-то привычка, что его научили. И вот это хорошо, это надо делать, надо туда ходить, надо туда смотреть и так далее. Другая часть, опять же таки того, что мы не хотим отставать от каких-то социальных конструктов, и культура, искусство нам преподносится, как что-то вот думающие люди смотрят. И человек себе задаёт вопрос, считаю ли я себя думающим? Да. Значит, я пойду. Пойму я там что-то или не пойму, это неважно. Но зато я сделаю фотографию, выставлю сторис, то, что я был вот там, вот там, вот там, и может быть даже не углублюсь в тот смысл, в то, что я там видел, где я был, и даже, может быть, даже не смогу рассказать об этом. Потому что для меня важный тот момент, что я нахожусь вместе с этой группой, и вот посмотрите, я тоже думающий. Все думающие-то ходят и получают, образовываются, как-то получают какое-то эстетическое наслаждение, этот опыт. Поэтому здесь, конечно, разные такие конструкты в зависимости, опять же таки, от этого человека, про которого мы говорим. Если мы смотрим так, на массовые такое тенденции, то там очень-очень сильное воздействие вот это, не отставать от этого стада. Все мы туда бежим, и я туда побегу. Чем громче мы будем об этом говорить, то есть чем больше будет рекламы, чем больше будет роликов каких-то в социальных сетях, то есть чем больше мне будет это мелькать перед глазами, тем больше у меня будет ощущение, что я должен там быть, потому что туда все ходят. Я же тоже, я же как все, я же не могу сейчас вдруг пойти против. Конечно, есть такие люди, но это обычно индивидуальные случаи. Вот насчет индивидуальных случаев мы сейчас продолжим, а пока мы сделаем небольшой перерыв и вернемся буквально через несколько минут.